Приклеил понадежнее и с чувством выполненного долга марширует к следующему фасаду. Незадачливый расклещик объявлений еще не догадывается, что попался. За порчу фасадов школьнику приходится отвечать перед самим главой города. Сколько вам платят за эти вещи? Мало. Мало? Очень. А не пытались устроиться на работу? Пытался. Ну и что? Особо не делали. Влад, больше не занимайтесь этими вещами. С вами свежутся мои помощники. Предложим вам работу. А это вы портите город. Понимаете, вас еще могут наказать очень серьезно. И вас, и родители. На этот раз молодого человека только предупреждают и лишают стопки нереализованных объявлений и тюбика с клеем. А вот несколько управляющих компаний промышленного района только словами не отделаются. За плохую работу придется заплатить штраф. Мэр Самара объезжает промышленный район. Все замечания по состоянию дорог и дворов вносятся в протокол. По газонам замечания сделаются. Придомовые газоны. По мере. Да, по мере. Да, и пусть вычищают. Промышленного района снега возите сейчас, нет? Он сейчас приступил к рыхлению центральных этих самых дорог. Вот нам бы просто, мы вот с ним, с Анатольевичем говорили, чуть-чуть бы увеличить немножко, как бы сейчас получше бы. Все он смотрел бы район. Здесь помечай надо вычищать. В зоне внимания незаконная реклама, киоски и стройплощадки. Доступ на них должен быть закрыт. Забор прилично выглядеть и не выходить за обозначенные в документах параметры. Вот сейчас мы разбираемся тоже. Тоже какая-то частная собственность, что строят, мы разберемся. Но здесь не вышли за границы. Ни одна стройка у нас, за исключением одной, на 50 сантиметров. Там старый забор был, это на физкультурный. Но мы их наказали сегодня на 50 тысяч. Приведенный в прошлом году в порядок бульвар Старозагор остается самым любимым местом прогулок для местных жителей. У меня уже дети все взрослые, в том числе внук. Но дело в том, что я вижу, что здесь летом, но столько детей, как нигде. Они все здесь. Им хорошо, Никита. Хорошо. Мы в этом году сделаем фонтаны цветомузыкальными. Они будут с подсветкой цветной, будет очень красиво. Жители говорят о том, что часто делают замечания подросткам и даже взрослым, когда те не доносят мусор до урна. И понимают, наводить чистоту в таком большом городе сложно, особенно если сами горожане этому не способствуют. Невозможно, как я уже говорил, поддерживать порядок в городе только силами чиновников. Здесь необходима реакция самого общества. Мне кажется, если вот это сознание будет проникать в души людей, наверное, в городе станет гораздо чище. Очень много мусора, вы проезжали вместе с нами, видели. Это мусор бытовой. Мусор, который выбрасывают люди, идя по дороге, из окон автомобилей, может быть, из своих сумочек. Поэтому здесь нужно повышать общую культуру. Районным властям глава города поручает устранить замечания, которые выявили во время объезда. Среди них вывоз снега, очистка скатных кровель, подбор мусора. Сделать это необходимо в самые жесткие сроки. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Станислав Левин. А вон они. Да, да. Там сидят.